Год назад здесь, в районе коллективных садов-садоводы, на реке Тагил, утонул опытный рыбак. На берегу остался его автомобиль, и это была единственная зацепка для боевского спасательной службы. Тело удалось обнаружить только через три дня, потому что к моменту начала поисков река вскрылась. Для того, чтобы образумить любителей зимней рыбалки, Центр защиты населения и ГИМС МЧС России проводят совместный рейд. С 4 марта на водоемах Нижнего Тагила и Пригорода спасательные службы предупреждают рыбаков о том, что даже 30-сантиметровый весенний лед гораздо слабее 8-сантиметрового осеннего и может не выдержать человека. Некоторые рыбаки уверены, что выбирают себе место с прочным льдом. Но в это время года его плотность может быстро измениться. Это связано с работой гидротехнических сооружений. Сейчас начнется сброс воды, подготовка к приему снеготаяния на плотине, на Леневской, на Черноисточинской плотине будет. Наша плотина будет работать, Тагильская. И лед быстро будет съедать. И вот опасность будет, что подмыва льда и рыбаки выходят, снегу много, даже не заметят, где этот промыв идет, будет проваливаться. А по весеннему льду это не как по-досеннему. Выбраться очень тяжело, потому что он становится игольчатым, хрупким. Единственной верной мерой по предотвращению несчастных случаев на тающем льду будет полное воздержание от рыбалки, говорят спасатели.